У нас время комментария Торы. Слушайтесь, хотелось бы мне вкратце поговорить о недельной главе, потому что время оно идет. Итак, недельная глава называется «Бог», что означает «иди». Бог, Он говорит о важных намерениях, о важном составляющем как бы в этой главе. И эта глава, она описывает три последние казни, которые должны прийти, которые пришли на Египет из-за того, что фараон, он все-таки не послушался Бога. И это три последние казни. Да, это саранча, это полный-полный мрак, когда народ вообще не видел полностью. Вот, кто понимает, да, о чем я говорю, поэтому Ишуа является нашим светом. Был полный мрак. Ну и самая страшная казнь, это гибель первенцев, да, гибель первенцев. И потом выход, сам выход из Египта, совершение Пасхи, Песоха. И Господь дает установление, чтобы этот праздник праздновали, потому что это очень важно. То есть установление праздника Песоха, это очень важно уже после выхода из Египта. Это сам выход, как бы, да, я не буду говорить. И уместно говорить, потому что в этой главе говорится о важности, да, Песоха, Пасхи, о крови, да, Агнца, о том, что ангел-губитель пройдет мимо и все, и многое-многое. Но знаете, когда я читал, я увидел, об этом многие говорили, но я бы сегодня хотел немножко затронуть другой чуть-чуть аспект именно этой главы. Я бы хотел, как бы, затронуть именно о состоянии, как бы, больше пролить о состоянии сердца и о важности нашего состояния, потому что, ну, из-за этого многое-многое, что зависит. Я хочу зачитать исход, 10 глава, 1-2 стих. На чем, как бы, я буду сегодня, как бы, строить основание, свои, ну, комментарии. И сказал Господь Маше, войди к фараону, ибо он отягчил сердце его, а, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои. И чтобы ты рассказывал сыну твоему, сыну сыну твоему о том, что я сделал в Египте и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь. Я бы хотел, вот, сделать такой акцент, написано, что Господь, Он отягчил сердце фараона. И в разных, я смотрел в разных переводах, говорится именно больше о отягчении, как бы, да, ну, тут еще говорится, сделал упрямым или ожесточил его сердце. И интересно, почему Бог ожесточил сердце фараона? Он же мог бы не ожесточать сердце, да, фараона. Он бы мог вообще, ну, Он же же Господь, да, и Он мог, в принципе, мог все сделать. Ну, как, да, Бог может все. Иногда люди, бывает, задают вопрос, ну, если Бог может все, почему же Он допустил вот это, вот это и вот это? Вот, Он же мог бы сделать так, чтобы в первый раз пришел Маше, говорит, Господь сказал, чтобы ты вывел народ Израиля. А фараон говорит, конечно, пожалуйста. Или Ему сам бы приснился бы, да, что придет мой человек, скажет слово, и ты его, как бы, и ты отпустил. Могло бы быть так? Ну, можно представить, могло. Но написано, как написано. И есть некоторые места из Писания, немножко сложные, и можно приткнуться, и где-то иметь неправильное представление о Боге. Я потом буду говорить о каком неправильном представлении. Ну, к примеру, да, Римлянам 9 глава, 13 стиха, здесь такие слова говорятся. Как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Ну, как бы, нет неправды. У Бога всегда правда, потому что Он знает, что Он делает, да? Ибо Он говорит Маше, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того я и поставил тебя, чтобы показать на тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так, кого хочет, милует, и кого хочет, ожесточает. Ты же скажешь мне, за что еще обвиняет, ибо кто противостанет воле Его? А ты, ну, тут как бы дальше, дальше, дальше. И Осия также говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И здесь можно предположить, что у Бога, да, как бы, исходя из этих мест Писаний, что у Бога есть любимчики, да, и есть какое-то лицеприятие к другим людям. То есть одних Он принимает, а других, как бы, Он отторгает. Ну, как бы, исходя, как бы, из этого, я о чем, почему я говорю? Потому что я разговариваю с людьми, и некоторые, как бы, фразы я слышу, я бы хотел бы сегодня, как бы, об этом поговорить. И на этом строится немного неправильное, даже не то, что немного, а совсем неправильное понимание учений и понимания о Боге. Понимание о том, что Бог, Он творит одних для зла, вот именно вот Он так захотел, просто вот для зла, ну, а других для добра. И это в корне кальвинистское учение, оно неправильное, оно говорит о том, что Бог не только не допускает существования свободы воли человека, но и аморальным образом обрекает большинство человечества на погибель. То есть Он, как бы, заранее уже просто, ну, так вот Он захотел, вот одних просто погубить, ну, а других, как бы, спасти. И это не совсем верное, и по отношению, как бы, к фараону, то, что Он специально, как бы, избрал фараона, чтобы вот Его, там, погубить и так далее. Ну, знаете, вообще, Писание нужно исследовать целиком, в полноте, в контексте, как бы, всего Писания. И если мы смотрим на некоторые события, на жизнь, да, там, Ишуа, на Господа, то, ну, это не совсем, как бы, вообще нельзя трактовать Писание только исходя из одного места. То есть, вот ты прочитал, потому что многие места, они, может быть, говорят о том, что вот так и все. Вот там, блин, Бога нет, ну, все, значит, Бога нет. Ну, безумец сказал, а, ну, все, значит, все понятно. То есть, и для того, чтобы возникло правильное представление о Боге, и вообще, как, какой Он, нужно читать все Писание. От книги «Бытие» до книги «Откровение». И вот интересно, что это кальминское учение о том, что Бог избирает одних для того, чтобы погубить их, вот просто вот так вот Он решил, вот просто вот, ну, Он же, как бы, Господь. Я не отвергаю, знаете, есть суверенная абсолютная воля Божья, то, что Бог запланировал. Как Он запланировал, так оно и будет. Но здесь немножечко не так. Мы знаем, что Писание говорит 1 Тимофею о том, что Бог что хочет, чтобы все люди, может, некоторые, может быть, отдельные, от которых все люди спаслись и достигли познания истины. Знаете, и исходя из других мест Писаний, мы знаем, что Авраам, он ходатайствовал за два города, да, помните? А если он ходатайствовал, если мы смотрим, что Бог разговаривал с Авраамом, то он не хотел погубить эти два города. Ну, если мы смотрим по тексту, который там написан, Бог не хотел. И он торговался с Авраамом, да, помните, если там будет 50 человек, 40, 30, 20, 10. Бог не хотел погубить. Хотя там было очень сильное зло. Но судьба Содома и Гамора, два города были все-таки, не все как бы зависело от Господа, от их состояния, да, от их как бы вот, от состояния их сердца. Мы так смотрим, жители Неневии, да, тоже могли бы, могла бы постичь та же участь, да, что и Содома и Гамора. Но что, пришел Иона, конечно, он пытался как-то увильнуть от своего призвания, но тем не менее, все-таки Господь, он пришел, и там было условие, да, то есть, ну, изменение жизни, покаяние. И судьба Неневии тоже многое зависела, ну, именно от них самих. И интересно, что Ишува тоже, обращаясь к городам, помните, он говорит городу, там, укоряя города, есть интересный момент. Тогда он начал укорять города, которые наиболее явлены были силой, возле того, что они не покаялись. И он говорит, да, горе тебе Хоразин, да, там, горе тебе Вифсаида, там, горе тебе Тир и так далее. И знаете, что некоторые города сейчас просто стерты с лица земли. И он укорял их, но почему? Потому что у Бога не было, знаете, просто эти города разрушить, снести с лица земли. И он говорит, что наиболее явлено было там больше чудес, но вы не поверили, вы как бы отвергли. И Бог смотрит на сердце человека. Он изначально знает сердце человека, изначально. Я просто хочу, чтобы мы немножко, как бы, все-таки сделали рай. Бог не избирает человека для зла, он не является злом. Написано, что он есть отец света, и из него исходит, да, ну, как бы, он не является источником зла и злом. И он знает сердце человека, так как он может поступить. И первое истребление пришло на землю, да, в виде потопа из-за испорченного сердца. Только из-за этого, не потому что, ну, Бог там запланировал, просто вот создал человека. А сейчас я вот просто раз его истреблю. Ну, как-то вот, как-то вот так вот. И читая, как бы, вот, вот Писание, я еще, как бы, ну, не все местописания, как бы, ну, вот, потому что нету времени о том, что это не совсем, как бы, правильно. Написано, что все помыслы их были зло во всякое время. Все, во всякое, днем и ночью они думали только о грехе и так далее. И что касается фараона, где сказано, что Бог ожесточил его сердце, да, не потому что Бог ожесточил его сердце, оно было жестоким, а потому что оно уже было изначально, это сердце жестоким и испорченным. И Бог знал, фараон, он превозносился, он выдавая себя за Бога, тем самым посягая на, ну, на суверенность, на престол Божий, и этим бы не закончилось. Поэтому Бог, он ожесточил сердце не потому что он так захотел, потому что, ну, он избрал фараона для того, чтобы просто потом погубить его. Писание говорит, неправедный пусть делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду, и святой да освящается еще. И вот я какой хочу, как бы, ну, сделать вывод, как бы время подходит. Первое. Бог не избирает человека для зла, но может его использовать как орудие зла, исходя из его состояния сердца для осуществления, ну, своей воли. Бог не избирает, но он может использовать этого человека, если человек, да, исходя из его состояния сердца. То есть потому что у него такое сердце. И, конечно, мы знаем, что Бог может все изменить, все сделать, но он поступает потому что, ну, потому что он Бог. И иногда, знаете, некоторые моменты нам, ну, в некоторых вещах нужно просто, знаете, просто доверять Богу. Вот если что-то вот непонятно, ты просто доверяешь Богу, потому что, ну, потому что он Господь. И второе. Бог всегда покажет разницу между праведными и нечестивцами. В этом говорит Божье Слово. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы мы хранили свое сердце, да, написано, что больше всего хранимого хранит свое сердце. Потому что, если оно будет сильно испорчено, возможно, того, что оно может еще больше ожесточиться. Поэтому это очень важно, следить за своим сердцем, хранить его, ну, и пусть Господь вас благословит.